Кинокомпания Paramount Pictures представляет Брайан Деннехи В фильме «Три слепых мышонка» по роману Эды Макбейна В фильме снимались Дебора Форентино Розалин Чао Джон Доман Глен Планер Джейсон Бек Мэри Стюарт Мастерсон Мы только что получили подтверждение того, что тремя убитыми Являются Вун Нго, Джунг Фэй Уи и Ква Ван Кфа Трое молодых людей, которых освободили в прошлую пятницу Позвольте я вернусь немного назад и расскажу о событиях последних нескольких дней Это именно те самые трое молодых людей, обвинявшихся в оскорблении Джози Литц Композитор Уэлтон Рэй Банч Композитор Уэлтон Рэй Банч Композитор Уэлтон Рэй Банч Сейчас мы напомним вам прошедшие события У нас готова пленка? Отлично Позвольте мне вернуть вас в здание суда Напомню, по окончании слушания Стивен Литц, заслуженный ветеран Вьетнама Пригрозил убить трех молодых вьетнамцев После того, как они были признаны невиновными в оскорблении его жены Посмотри на меня Я сказал, посмотри на меня Вам, ублюдкам, так это не сойдет Ясно? Нам стало известно, что последняя фраза, брошенная лицем по-вьетнамски, означала Я убью вас Я убью вас Да мне кто-то пытается дозвониться Подожди-ка, я тебе перезвоню Алло Джози, что он надел? Я сейчас смотрю телевизор, дай мне его Я хочу с ним поговорить Продюсер Тед Свенсон В каком смысле? Зачем он это сделал? Он не захочет, чтобы я стал его адвокатом О чем ты говоришь? Я не хочу вмешиваться в это дело Ну хорошо, ладно, я съезжу туда и посмотрю, что можно сделать Ты должна нанять адвоката, хорошего и дорогого А я откуда знаю? Поговори со своими приятелями из Майами Успокойся, милая Я тебе перезвоню, хорошо? Автор сценария Энн Джерар и Адам Гринман Какого черта ты здесь делаешь? По роману Эда Макбейна Я тоже тебя хотел об этом спросить Режиссер Кристофер Лейч Выходи домой, Мэтью У тебя уже есть адвокат? Найду кого-нибудь Хорошо, Джонни Кокрон свободен, он тебе по карману Это ты сделал? Нет Может, ты кого-нибудь нанял? Если бы я это сделал, то своими собственными руками А похоже, что это сделал ты Перерезал глотки Разбросал пиковых тузов Настоящее зверское убийство в центре Южной Флориды А ведь когда-то это было твоей специальностью Что случилось сегодня утром? Нас разбудили И меня попросили проехать и кое-что прояснить Сказали, что кто-то залез на наш катер Попросили помочь И ты на это купился Что потом? Меня задержали в качестве подозреваемого Подозреваемого в чем? Они не сказали Разрешили позвонить Я позвонил Джози, она смотрела новости И рассказала мне про убийство Они что-нибудь забрали из дома? Нет, они в него даже не входили Ясно, тогда начнем Забудь, Мэтью Я найму кого-нибудь другого Стивен, мне это тоже не нравится Но тебе нужен человек прямо сейчас Бедняжка Джози сама не своя Если ты найдешь другого адвоката Я с радостью передам ему это дело Тебя съест? Но сейчас тебе нужен я Давай поговорим Где ты был вчера ночью? Дома с Джози Всю ночь? Начиная где-то с семи По дороге домой я заехал купить фильм Потом около часа проторчал на катере Еще кто-нибудь в доме был, например, слуги? Мы их отпустили Нам с Джози хотелось побыть вдвоем И ночью ты никуда не выходил? Нет Мы поужинали и около половины девятого Пошли в спальню смотреть кино Какое кино? С Харрисоном Фордом Ремейк старого фильма с Богартом и Одри Хэбберном Сабрина? Да, вот именно Я немного посмотрел и должно быть около девяти усну Ты всегда так рано ложишься? Я фермер, мать, я встаю на рассвете Да Для начала этого хватит Ни с кем не разговаривай Ни слова, ясно? Я попытаюсь вытащить тебя отсюда, но не слишком надейся Это связано с политикой К тому же ты грозился убить этих парней? Да Стивен, скажи правду Ты убил их? Я серьезно, если ты виновен Я не хочу браться за это дело Я не хочу делать этого снова Я сказал что-то смешное? Я не убивал этих парней Это какая разница? Я убил много других людей, молодых и старых Вьетконговцев и нет, я убил их Все возвращается на груди, смотри Может просто настала моя очередь, Матю Ты слишком много думаешь Мы еще поговорим Эй, 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 эй Черт О, Боже Простите Простите? Да пошли вы Я езжу на этой машине 30 лет, на ней не было ни царапин Я объезжала кошку Какую кошку? Я не видел никакой кошки Зато я видел, как вы вели машину с прижатым к уху телефоном Она пробежала прямо перед моей машиной Ну, разумеется Посмотрите на мой капот Да какой к черту капот? Посмотрите на мою машину Я адвокат Я тоже Тогда все еще проще? Да уж Вот мои права и регистрация Вот моя страховка Вы из Нью-Йорка? Да Давно в коллюзии? Неделю Вы в порядке? Все хорошо Мне очень же Выбирайте, можем стоять на этажере А можем поговорить в салоне моей машины Там кондиционер Если он, конечно, еще работает Добро пожаловать в колюзи Адвокатская контора Мэтью Хоупа Привет, Орн Привет, Джоанна Отец здесь? Да, но он не очень разговорчив И это опасно? У него мрачное настроение Кто-то поцарапал его кружку Он в Мерседес? Да Черт А еще что-то не так с его новым делом У меня для него хорошие новости Что это еще за свидетели? Это все Симмонс Про меня он забыл, зато про газеты вспомнил Значит, Картер Симмонс тоже занимается этим делом? Видимо, да Он обожает прессу И всегда что-то разнюхивает Будь осторожен, Мэтью Симмонс не так уж и плох для политика Я имел дело и не с такими Ты разговаривал с лицами? Да У полиции наверняка есть и орудие, и мотив Насколько я знаю, не часто удается засадить таких, как он Да еще это выходка с картами Почему это? Это расплата в стиле ООДР Они были созданы для Вьетнама Особый отряд дальней разведки Маленький отряд из крепких парней Они действовали в глубоком тылу врага Разведывательные операции, засады, убийства Да, было дело Стивен был одним из лучших Черт И ты веришь, что он не виновен? В данный момент я его адвокат Мне платят, чтобы я ему верил Рад, что ко мне это не относится Матюр Матюр Ты, вероятно, думаешь, что пришел ко мне А зачем же я тогда пришел? Баннистер отдал это дело новичку Что? Тебя обделили? Я думал, твоя звезда в Зените, Картр Просто мы решили, что это дело плевое Идем, я тебя познакомлю Кстати, о новичках Ты кое-что мне должен за Бостон Я тебе выпишу чек Патрисия Демминг Матюр Хоуп Мы знакомы Я въехала в багажник его машины Мерседеса? Все в дребезге Что ж, остается вам посочувствовать Эта встреча вряд ли будет приятной Позовите, если понадобится помощь Садитесь Спасибо Я не люблю, когда газеты мне подкидывают сюрпризы, мисс Демминг Простите, что так получилось Особенно мне не нравится, когда важные документы просачиваются в печать Никто не давал никаких документов До того, как их получит защиту Картер ответил на некоторые вопросы Ясно, что это был Картер Хотя Я думал, что это ваше дело Оно мое Я прошу прощения Сара Принеси, пожалуйста, мистеру Хоупу список свидетелей по делу лица Итак, мистер Хоуп, вы все же решили представлять лица Зовите меня Мэтью Мистер Хоуп скорее похож на персонажа из детского сериала Пока что я делаю предварительную работу Вряд ли буду выступать на суде Почему? Вы же с лицем близкие друзья Это было давно Скажите-ка мне Что? Почему вы, а не Картер? Потому что я хороший адвокат Я в этом уверен К тому же, в деле все ясно Я могу получить работу в этой конторе Где-то я это уже слышал И это начинает меня нервировать Вот Так Эти вьетнамские свидетели говорят по-английски? Нет, вам понадобится переводчик Один из свидетелей поехал навестить своего сына в Орландо Когда вернется? Не знаю Но вы говорили с ним до его отъезда? Мы говорили, да Это очень устраивает всех Особенно прессу Мы ведь можем быть соперниками Не становясь врагами, верно? Да, разумеется Я рада Кстати Вашему приятелю грозит смертная казнь Я очень рад, что мы не враги, мисс Деминг Вы слушаете кассету номер один доктора Ланса Кэзвелла Дорога без мятежности Пожалуйста, папа, дай шанс этим записям Уверена, что сначала ты их возненавидишь Люблю Джоана В нашей жизни бывают времена, когда мы теряем свою дорогу Так Тело движется через пространство, но наша душа жаждет обновления Ясно Истины и общения Я давно забыл, что такое настоящее общение Стремиться к случайному направлению и дорожным знакам Да, вот как раз один К дороге в безмятежность Именно к той, по которой мы сейчас едем Люди встречаются с препятствиями Я называю их объездами Трудными подъемами, без которых нельзя Мы должны принимать эти неожиданности Должны открывать свои души всему непредсказуемому, что может случиться Привет Привет Слава Богу, что ты приехал У меня жили, что так вышло Говорят, у них есть свидетели, кто они Двое вьетнамцев Один заявляет, что видел, как около 11 Стивен заходил в дом, где произошло убийство Это ложь Спасибо, Сара Стивен был со мной Другой заявляет, что видел, как Стивен выходил из дома после полуночи Невероятно удобное истечение обстоятельств Но этого не может быть Стивен не выходил из дома весь вечер Мы поужинали и смотрели видео Какой фильм вы смотрели? Сабрину Стивен заснул во время просмотра, как и я Джози Обвинение прижмет нас к ногтю только потому, что единственные алиби твоего мужа это ты Они думают, что я сделал это вместе с ним У вас есть мотив? Это ведь те же парни, которые напали на тебя И присяжные отпустили их Твой муж Стивен угрожал их убить Не просто публично, по телевизору Господи, сколько раз мы увидим эту запись в ближайшие полгода? Матю, это я виновата Все, больше ничего не говори, я представляю суд Нет Я их не убивала, и Стивен тоже Но я рада, что кто-то это сделал Я рада, что они мертвы Что ты нашла на Деминг? Патрисия Лоу Деминг, 36 лет Правда? Выглядит моложе Она симпатичная? Да ничего Пап Она на другой стороне У меня есть галстуки старше ее Ладно, я 36, что еще? Она поняла, что хочет стать адвокатом Когда увидела в 7 лет Грегори Пэк В «Убит-пересмешника» Где ты на это нашла? В ее интервью Есть что-нибудь, что мне действительно пригодится? Закончила Ельскую юридическую школу Нью-Йоркский университет Входила в лучшую десятку студентов Значит, была отличницей Что еще? Когда она практиковала в Калифорнии Ее называли «чокнутая стера» Мне трудно поверить Одна ошибка, и она тебя съест Ясно Поэтому послушай кассету Она поможет тебе сосредоточиться Когда ты выступишь против этой агрессивной ведьмы Ясно, понял, спасибо У меня для тебя новое задание Мне нужен вьетнамский переводчик Я уже позаботилась об этом Ее зовут Ли Мэй Чен Она социальный работник в одном частном агентстве И к тому же помогает в вьетнамской диаспоре Она ждет твоего звонка Ты молодец Спасибо Это цифра 4? Да До встречи Во сколько Стивен Литц уехал на катере в понедельник вечером? Без 15 и 5, около того А во сколько вернулся? Во второй раз, когда я уже спал Значит он уезжал дважды? Да Один раз в днем А второй раз в тот же день вечером И во сколько это было? Он позвонил около 9 и сказал, что хочет вновь взять катер Ему, видите ли, требуется ночная прогулка Так и сказал? Ночная прогулка? Его точные слова Сказал, чтобы я не беспокоился, если услышу шум посреди ночи Вы его слышали? Да, как он и сказал Он приехал около 10 и 30 Вы видели, как он приехал? Да Я сидел на крыльце, собрался взять пиво из холодильника Повернулся, и тут тон Стивен Литц И что на нем было надето? Та же, что всегда, когда он уходит на катере Джинсы, желтая бейсболка с двумя буквами «Б» И желтая ветровка Прям настоящий цыпленок Он мог поставить свой катер где-нибудь поблизости? Разве что у Рафи, там небольшой ресторанчик с причалом Как раз на пути в бухту Колюзы, там есть док На какой машине он сюда приехал? На красном ягуаре своей жены На этой шикарной игрушке Мистер Стабс Вы носите очки? Какое у вас зрение? Никогда их не носил Я отлично вижу А сейчас я вижу, как вы отсюда уходите Прошу прощения В чем дело, Матер? Заткнись Спасибо Не за что, мистер Хоуп Зачем ты в понедельник вечером вновь взял катер? О чем ты? Ты приезжал на приступ? Около половины шестого Нет, намного позже Я не приезжал Ты приехал на машине Джози Я был дома всю ночь Заткнись Ты позвонил Чарли Стабсу и сказал, что хочешь взять катер для ночной прогулки Что? Для ночной прогулки? Неужели я мог такое сказать? В таком случае, зачем Чарли Стабсу это придумывать? А почему вообще люди врут? Потому что им есть что скрывать Мне нечего скрывать, Мэтью И ты это знаешь Я больше вообще ничего о тебе не знаю Ладно, я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что делал в понедельник И где был Все до конца А зачем? Меня ведь уже приговорили Значит, так надо, Стивен Так надо Неужели ты не понимаешь? Если ты говоришь правду, значит, кто-то хочет тебя подставить Кто-то пытается убрать тебя на очень долгий срок Неужели ты не хочешь узнать, кто это может быть? Пусть не ради себя, хотя бы ради Джози А теперь ты расскажешь мне всю правду По дороге домой я заехал в видеомагазин, чтобы взять для Джози Сабрину Я ехал на ее машине Поскольку мой фургон был в мастерской Мне не нравится на ней ездить Она слишком вызывающая Она больше подходит Джози, чем мне Но у меня не было выбора Мой фургон стоит в мастерской уже неделю Прежде чем приехать домой, я решил немного покататься на катере Как раз кончился дождь, я приехал на причал где-то между пяти и половиной шестого В заливе я был один Там действительно больше никого не было Там было так красиво, что у меня даже слезу прошли Домой я приехал около семи Джози ждала меня у дверей Все было спокойно Мы поужинали Ели во внутреннем дворике Потом пошли в спальню смотреть кино А потом я заснул Расскажи мне о своем браке У нас были тяжелые времена Я не всегда уделял ей должное внимание После нападения Я пытался наладить отношения Это же брак, ты сам знаешь Нет, не знаю Я разведен Джози подтверждает твой рассказ, но она твоя жена Мэтью Джози считает, что ты должен взять это дело и хочет, чтобы ты взял задаток А ты что думаешь? Думаю, она права Естественно, я ничего не пожалею Ты не представляешь, насколько тебе придется раскошелиться Но ты возьмешься? Да, возьмусь Ради нашего прошлого И ради Джози Ее ни в чем не обвиняют? Нет Зато твою задницу точно прищутят Не понимаю Почему я? Ответ прост Все считают, что виновен именно ты И не забудь о политике Богатые американцы убивают беззащитных вьетнамцев Вьетнамцы имеют право голоса Помню, когда я закончил школу, я спросил одного из учителей Где находится этот Вьетнам? Я даже никогда о нем не слышал Да Зато теперь мы знаем, где он находится Люди, которые здесь живут, вновь прибывшие Они работают в ресторанах, посудомойками, разносчиками, официантами В домах живут по 10-12 человек Тети, братья, дедушки Место находится всем, кто приезжает Давно вы этим занимаетесь? Я работаю переводчиком в социальной службе уже 9 лет Спасибо, что согласились поговорить, мистер Мин Расскажите мне, что вы видели в прошлый понедельник вечером? Было 11 часов, может быть, позже было жарко, как в Вьетнаме Он говорит, во Вьетнаме всегда жарко и влажно, как здесь Я знаю Вы бывали во Вьетнаме? На войне Он играл в карты со своими друзьями Его жена вышла на крюльцо и сказала, что пора идти спать Но ему надо было выйти во двор по малой нужде Пока он стоял там, он услышал за спиной странный шум Что это было? Он не знает Что случилось потом? Он пересек улицу и пошел к дому Как когда он уже входил, он заметил что-то уголком глаза Это был большой нос, он говорит про кавказца Тот вошел в дом убитых людей Мистер Мин видел его лицо? Он видел его лицо? С того угла, где он стоял, нет К тому же козырек кепки закрывал лицо человека Это была желтая кепка с двумя буквами Б Большое спасибо за помощь, мистер Мин Когда вы были во Вьетнаме? Это было давно Вы ведь не вьетнамка? Нет, я американка, но родилась во Вьетнаме Моя семья этнические китайцы Они прожили во Вьетнаме больше двухсот лет Правда? Многие вьетнамские беженцы на самом деле этнические китайцы Я этого не знал Я был там в 69-70-м годах Плохие годы Не для меня, я был военным адвокатом Много кондиционированного воздуха и дешевого виски Когда вы оттуда уехали? В 75-м Мой отец взобрался на крышу американского посольства И запихнул меня в вертолет С тех пор я его не видела Ни его, ни свою мать Ужасно Их убили? Кто знает Они просто исчезли, как множество других А вы? У меня есть дочь, Джиана Я вас познакомлю Я ее очень люблю Хотя она из другой галактики Правда? А что это значит? Папа, в ноябре Джози Литц подала на развод Но потом отозвала заявление Что? Стивен никогда мне об этом не говорил Не убивай Ганса Я всего лишь излагаю тебе факты Черт, мне не нравятся подобные факты Их становится слишком много Когда пришли эти документы? Сегодня утром Черт его, потряси, Демминг Она утопит меня в этих бумажках Позвони Джози Литц и соедини меня с ней, живо Папа Что? Что? Ну, иди ко мне Иди, иди Прости меня Окажи мне услугу и найди для меня Джози Спасибо Что-нибудь еще? Нет, спасибо Хотя нет, есть кое-что Вы работали здесь вечером в прошлый понедельник, 13-го А что? Я частный детектив Работаю на парня по имени Мэттью Хоу Он представляет Стивена Литца Того мужчину, который зарезал трех вьетнамцев Вот именно Вы были здесь примерно в 10, 30, 11 вечера А кому я помогу, если отвечу на вопрос? Вы поможете правде Как вас зовут? Шерри? Только правде Ладно Да Я работала в баре тем вечером Вам виден из бара док? Конечно Знаете, я ищу катер, который приходил примерно в это время Он мог прийти сюда из залива Это Гаттера с под названием Острый край Конечно, я его помню Парень за штурвалом был в желтой ветровке и бейсболке Поставил катер прямо здесь Он точно был в желтой ветровке и бейсболке? Что-нибудь еще? Миссис Литц, во что вы были одеты во время нападения? А какая разница? Возражаю, Ваша честь Я разрешаю Ответьте Я была в белой шелковой блузе, черной юбке и черных туфлях Вы всегда так одеваетесь, когда идете гулять? В тот вечер я была одета так Во сколько в тот вечер закрылись магазины? На десять Вы знаете, во сколько поступил ваш звонок на 911? Не совсем После полуночи, если быть точным В сорок минут первого Верно Миссис Литц, чем вы занимались в течение этих трех часов? Мне рассказать все по минутам? Ты сегодня видела Стивена? Да, я просидела там два часа Он был неразговорчив Что за кошмар? Выпьешь что-нибудь? Нет Я изучал записи суда Ты знаешь, почему эти трое были оправданы? Да Из-за вины Но не их Хотя Господь знает, что эти звери виновны Я до сих пор просыпаюсь от своего крика Нет, Мэтью Это наша вина Вечная вина американцев перед Вьетнамом За то, что мы там сделали Может, ты и права, Джузи И все же У суда была причина Интересно, какая? Время Я тебя умоляю Присяжные не смогли разобраться во времени Магазины закрылись в 10 А звонок на 911 поступил в 0040 Позже, на 2,5 часа В течение которых меня избивали Меня бы могли изнасиловать Если бы эти ублюдки так не перепились Мэтью, мне было страшно Я думала, что они убьют меня Если бы я погибла той ночью Люди бы мне поверили Я хочу, чтобы ты мне рассказала, что произошло Возьми и прочитай стенограмму Нет, это важно Я хочу услышать это от тебя Это важно для спасения Стивена Хорошо Я оставила свою машину На многоуровневой стоянке Около ресторана Роза Меконга Я припарковалась На третьем уровне Потому что не хотела, чтобы мою машину Истарапали Когда я вернулась в гараж Было около 10 Ты что, не видишь? Открой глаза, придурок Куда идешь? Огонька не найдется? Отвали Они были пьяны От них так пахло, что можно было самой захмелеть Я прекрасно понимала Их трое Но я все равно стала драться Я ударила одного И он взбесился Он так сильно меня ударил Что у меня из глаз искры посыпались Меня перехватило дыхание Я задыхалась А они смеялись Я сказала Забирайте кошелек и кольцо Оно стоит кучу денег Они сорвали с меня Жемчужные бусы Но им этого было мало Они окружили меня Мы эти Они трогали меня Они были очень пьяны А заодно Обкурены Или обколоты Неожиданно Открывай багажник Живо Они не знали Что еще со мной можно сделать Поэтому засунули меня в багажник И захлопнули его Сколько времени ты там просидела? Не знаю Наверное пару часов А потом Потом Я услышала Как они вернулись Пора будить нашу маленькую подружку Они вытащили меня из багажника И один из них В общем один из них попытался меня изнасиловать Я хотела убежать Но он схватил меня Он изо всех сил ударил меня по лицу Вероятно я потеряла сознание И это видно их напугало А что делали другие двое? Что? Ты все время говоришь он А как же те двое? Что делали они? Не знаю, Мэтью То же самое Они были вместе Должно быть они подумали Что убили меня Когда я потеряла сознание Они испугались и убежали Не знаю Когда я пришла в себя Я не знала сколько времени прошло Их не было И я вызвала по телефону полицию Вот все что случилось Вот почему Стивен угрожал им Когда их отпустили В таком случае Обвинение получит мотив для суда Стивен не убивал их Я это знаю Ты не можешь быть уверенна Джози Он мог выскользнуть Ты же сама сказала, что заснула Нет Ты не понимаешь После суда я так разозлилась Что сказала Стивену Что хочу нанять кого-нибудь Чтобы убить их Но он сказал, что слышать об этом не желают И что пусть это будет на их совести Неважно, что произошло Мэтью Но он больше не хотел крови на своих руках Был поздний вечер И мистер Трин уже спал Но он услышал крик И подумал, что проснулся из-за него Он посмотрел на часы Это стрелочные часы Которые он купил в американской лавке В Гонолулу Они показывали 10 минут первого Он подошел к двери дома И посмотрел сквозь жалюзи Он увидел бегущего человека Сквозь жалюзи Он увидел человека сквозь жалюзи Да, через жалюзи Но он четко увидел человека Потому что постоянно сверхала молния Он был высокий Белый человек в желтой ветровке В желтой кепке Он бежал к машине стоявшего тротуара Так Он увидел, как человек выбежал из дома И подбежал к красной машине Нет, она не была красной Это была темно-синяя или зеленая машина Машина не была красной? Нет Он заметил в этой машине что-нибудь еще? Что? В чем дело? Он говорит нет Но вы в этом не убеждены? Я думаю, он знает что-то еще, но не говорит Правда? В таком случае я вас оставлю Может он вам что-то расскажет? Хорошая мысль Ладно, большое спасибо Позвоните мне Хорошо О, Господи Еду Еду, еду Здравствуйте Здравствуйте Надеюсь, вам не помешало? Нет, нет, ходите Правда, у меня тут беспорядок Сейчас вытру Вот Бумажное полотенце Не беспокойтесь, я здесь потом приберусь Как дела с мистером Трином? Он видел номерной знак Вот даже как Он сказал об этом полиции? Нет, они не спрашивали Это может быть очень важно Большое спасибо Не за что, надеюсь, это поможет Подождите, могу я предложить вам что-нибудь выпить? Например, чашечку чая Я предпочитаю воду Это хорошо, может вы присядете, а я принесу вам воды Спасибо Я вот что подумала, а что, если убийства и нападения на миссис Литц вовсе не связаны? Не понимаю, как это возможно Кто бы то ни был, он пытается подставить Стивена Спасибо Не за что Если только Если только это убийство и правда совершил он В этом нет смысла Он идет, чтобы убить троих И надевает при этом желтую ветровку, кепку и свою обувь К тому же садится в машину своей жены, красный ягуар Он не настолько глуп А что, если ярость помешала ему нормально думать? Совсем как, когда прилюдно он грозил убить их Ваш друг способен на такую ярость? Вы меня пугаете Можно принимать, когда? Вы хорошо знаете Стивена Литца Я знаю его так же, как и все Я познакомился с ним более 30 лет назад Вы в Вьетнаме? Да Я спас ему жизнь Что произошло? Вы Вы слышали выражение В расход? Нет Во Вьетнаме подобное происходило очень часто Наши патрули Рыскали по территории в поисках вьетконговцев Те послали свой отряд в ближайшую деревню Там нас хорошенько обстреляли, а потом они отступили Нашим парням могли дать приказ В расход всех Это когда уничтожается все Все в этой деревне Когда в ход идут минометы Автоматы, ракеты, артиллерия Деревня была бы уничтожена Мужчины, женщины, дети, старики Собаки, кошки, козы Все Полностью За исключением военных Вьетконговцы как раз бы не пострадали Они всегда успевали уйти Не знаю, кто из нас был тогда хуже Мы или они Ведь они подставляли свой народ Разумеется, обвинить можно всех Разумеется, обвинить можно всегда В общем, на этот раз Стивен не вовремя заявился со своей командой Он обнаружил раненых И просто вышел из себя Приказал пустить в расход деревню Это было ужасно К тому же в его вертолете оказалась тыловая крыса Они прилетели в деревню через полчаса после атаки Позже тот инспектор Обвинил Стивена в убийстве Восемнадцать убитых Я был адвокатом Стивена И вытащил его Его признали невиновным? Я его вытащил Мэтью Стивен хороший человек? Простите, что вы сказали? Стивен хороший человек? Он мучается из-за этого уже 30 лет Он сделал много хорошего, особенно для вьетнамцев Если существует искупление, то да Стивен Литц хороший человек А вы, Мэтью? Вы хороший человек? Я просто человек Этот номерной знак тебе о чем-нибудь говорит? Нет А должен? Один из вьетнамцев свидетелей заявляет, что видел тебя в синей или зеленой машине с этими номерами Машина стояла около дома, где произошло убийство Мэтью, мы выследим эту машину и найдем убийцу, так? Да, поживем-увидим Сейчас я кое-что скажу, а ты повторишь это за мной, чтобы я записал на пленку Ясно? Зачем? Просто сделай это, Стивен Скажи, это Стивен Литц, я хочу, чтобы вы знали, что я собираюсь взять катер, чтобы совершить ночную прогулку Это Стивен Литц, я собираюсь взять катер, чтобы совершить ночную прогулку Это Стивен Литц, я собираюсь взять катер, чтобы совершить ночную прогулку Отлично Возьмите машину на правой стоянке. Что тебе нужно? Я просто зашёл извиниться. Нет, ни за что. Сделай мне должение. Ладно, что надо? Намерную знать. Таких не водится. В каком смысле? В штате Флориды нет таких номерных знаков. В нашем штате номера начинаются с буквы, а не с цифры. Но он сказал, что видел два АБ. Значит, не туда смотрел. Следующий. Таких не водится. Чёрт. Она уверена? Все номера во Флориде начинаются с буквы, а не с цифры. Вот копии со всех документов. Лид Страст. Как тебе это удалось? Ты смотрел, Эрин Брокович? Это называется... Пожалуйста, прошу тебя, сделай своему старику одолжение. Не ври больше одного раза в день. Если она будет продолжать в том же духе, то я тебе буду не нужен. Вы должны знать, что 10 лет назад Лидс жаждал политики. Избирался даже в Ассамблею штата, для чего ему пришлось отчитаться о своем финансовом положении. О, Боже. Судя по документам, Лид Страст платит Джози ежемесячную ренту. Верно? А это куча денег, папа. Компания Лидса стоит около 65 миллионов, а Джози тут не на последнем месте. Здесь сказано, что если Стивен заболеет или станет недееспособен, то весь контроль перейдет к Джози. Мы знали, что она богатая. Да, если Лидс умрет, станет еще богаче. Нет, ребята, если Стивен умрет, Джози будет получать только полмиллиона в год. Основной траст — это серьезные деньги. Он перейдет в фонд поддержки Вьетнама, так что Джози невыгодна смерть Стивена. Разумеется, нет, иначе все было бы просто. Ладно, давайте посмотрим на это с другой стороны. Кто-то вломился в дом, украл желтую ветровку, кепку, ключи от Ягуара и обувь Стивена. Уоррен, съезди туда завтра и посмотри, насколько легко можно проникнуть в дом. Хорошо. Этот кто-то переоделся и приехал на Ягуаре на пристань Стабса. Затем он берет катер, идет к ресторану, там сходит с катера и садится в темно-силе. или темно-зеленую машину, и едет в азиатский квартал. Эту машину видел Трин. Этот кто-то взял ключи от катера, так? Да, скорее всего. Вы что, в это верите? Отлично, тогда, Уоррен, слушаем твою версию. Хорошо. Сейчас подумаю. Это сделал твой клиент. Спасибо, Уоррен, ты нам очень помог. Мэттью Хоуп. Привет, Джози. Кажется, мы поторопились. Оказалось, что в штате Флорида таких номеров не существует. И что нам теперь делать? Красавец. Да, только он обойдется вам в сотню тысяч. Нет ничего лучше, чем бороздить волны. А тебе нужно только крутить штурвал, и вот только ты и вода. И ты подобен самому Господу Богу. Мистер Стэбс, когда я выиграю в лотерее, вы будете первым человеком, кому я позвоню. Чем еще могу помочь? Я адвокат Стивена Литц. Ясно. Ко мне уже приходил один из ваших парней. Я хочу, чтобы вы кое-что послушали. Привет, это Стивен Литц. Я собираюсь взять катер, чтобы совершить ночную прогулку. Да, это Стивен Литц, верно. Да, это Стивен Литц. Но этот ли голос вы слышали в понедельник? Привет, это Стивен Литц. Я собираюсь взять катер, чтобы совершить ночную прогулку. Теперь, когда вы спросили... Нет, не тот. Это был кто-то другой. То был не Стивен Литц, простите. Значит, в понедельник вам звонил не Стивен Литц с сообщением о том, что собирается взять катер, чтобы прогуляться. Вот за это вам оплатят большие деньги? Да, именно это я и говорю. Мистер Старпс, вы отличный человек. Вы мне нравитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Ты меня напугал. Нет, миссис Литт знает, что я здесь. Правда? Конечно. Я Уоррен Чамберс, работаю на Мэтте Хоупа. Он адвокат мистера Литса. А что ты здесь вынюхиваешь? Я не вынюхиваю, просто проверяю, можно ли войти в дом. Ты коп? Нет. Я частный детектив. Мы хотим узнать, не мог ли кто-нибудь пробраться в дом в ночь убийства. Что? Слушай, позови миссис Литт. Она тебе все объяснит. А может мне вызвать настоящих копов, вместо того, чтобы беспокоить миссис Литт? Вызывай, но миссис Литт. Что миссис Литт? Этот парень пытался проникнуть в дом. Успокойся, он работает на Мэтчу. Да, он так и сказал. Просто я пытался выяснить, правда ли это. Нед помогает мне, особенно с тех пор, как забрали Стивена. Нед Уивер, это Уоррен Чамберс. Не обижаешься? Нет. Классная татуировка. Где такую сделал? В Колюзе? В Калифорнии. Да вы позволим мистеру Чамберсу продолжить работу, Нед? Да, мэм. Увидимся. Он должен прийти с минуты на минуту. Я подожду. Может мне поставить машину в четырех кварталах отсюда? Мы ведь уже выяснили, что это не моя вина. Проходите. Джоанна, выключи этот шум. Чему обязан вас видеть? Я думала, что вы готовы обсудить одну сделку. Сделку? Ни за что. Стивен Литтс не виновен. Вы слишком долго раскачиваетесь, советник. А у нас есть новые доказательства. Ну, разумеется. У вас появились новые улики, которые доказывают, что Стивен Литтс совершил тройное убийство. И вы сразу же побежали ко мне с предложением о сделке. Нет смысла терять время и деньги. У меня есть свидетель, который видел Литтса на катере у ресторана. И как тот садился в машину, которую один из вьетнамцев описал как Форд Контур. Правда? Только ваш вьетнамец не знал марку машины, и вы ее ему подсказали. Значит, вы тоже с ним разговаривали? Отлично. Тогда все еще проще. Детка. Мистер Симмонс? Я тоже на совещании. Нет, мистер Симмонс. Простите за опоздание, только что с самолета из Бостона. Я разговаривал с губернатором. Мистер Картер Симмонс. Патрисия уверена, что справится с тобой. Я же сказал, будь осторожна с этим старым быком, Патрисия. Так, так, так. Кто-то отчаянно хочет избавиться от этого дела, Картер. Можно сказать и так. Мы как раз это обсуждали. Неприятная ситуация. Во Флориде расовых проблем больше, чем блох на старой собаке. Департамент юстиции собирается свернуть нам шеи. Это означает проверка дел по гражданским правам, статьи в газетах, новости по телевизору и все остальное. Словом, ничего хорошего. Особенно, если кто-то рвется в высокие кабинеты. Он чертовски умен, Патрисия. Тебе следует принять эту сделку. Попроси своего клиента. Нет, нет, не говори, иначе мне придется все ему рассказать. Поздно. Патрисия, ты уже знаешь, что мы хотим предложить тебе сделку, и ты обязан донести ее до своего клиента. Он должен знать, в чем она состоит. Она тоже чертовски умная Мэтью. Училась в серьезной школе. Он сознается в трех убийствах первой степени, а мы не требуем сурового приговора. Что это значит? Лицу оставляют жизнь и дадут максимум 25. Три срока. Возможно, мы добьемся для него досрочного освобождения. А как насчет непредумышленного убийства в состоянии аффекта? Лица отправят в больницу на пять лет, все быстро затихнет, и он выйдет. Ну да, а потом каждый узкоглазый заявится на лужайку губернатору, сожжет фемиам и проголосует за республиканцев. Мэтью, объясни своему клиенту мудрость этого предложения. Ты спасешь ему жизнь. Для чего? Через 25 лет он будет стариком. Это лучше, чем быть мертвецом. Мисс Демминг, Стивен Лидс не виновен. А если виновен, то заслуживает намного больше, чем 25 лет. Мы хотим суду. Тебе ни за что не вытащить Стивена Лидса. Ты должен заставить его принять предложение. И давай закончим эту ерунду. Был рад тебя видеть, Кэртер. Встретимся в суде. Удачного дня, мисс Демминг. Скажи этому умнику из Бостона, пусть идет к черту. Я не убивал этих парней. Никакой сделки. Хорошо. Тогда продолжим расследование. Ты сказал, твой фургон в мастерской. Да. Значит, у них есть от него ключи. Моя связка. Какие еще ключи на этой связке? Например, от Ягуара есть? Да. От катера? Нет. Эти ключи висят на связке на стене у меня в кабинете. Где любой, оказавшийся в доме, может забрать их оттуда. Да. Ну и что? У нас есть номера машины, которые увидели. Нет. Никаких номеров. Свидетель ошибся. Мне жаль. Это все равно, что обрубить концы. Как же давно я не ела мясо. Правда? Вообще-то это нетрудно заметить. Я так объедаюсь? Мне это нравится в женщинах. Хорошо. Потому что я проголодалась. Что ж, может, еще порцию? Итак, зачем мы сюда пришли? Смотреть, как я уничтожаю Бифштекс? Я хотел получше с вами познакомиться. Очень здравый поступок. Только не для меня. Для меня он необычный. Моя дочь очень обеспокоена состоянием моей общественной и эмоциональной жизни. Она дает мне кассеты. Какие кассеты? Какие кассеты? Ну, например, с такими записями. На дороге жизни есть много объездов и много неожиданных поворотов. Вы должны следовать каждому объезду и принимать все неожиданное. Но я должен сказать, что... Эта неожиданность оказалась счастливой. Вы были замужем? Однажды, когда была очень молодой. Я в молодости делал все. А теперь постарел, и мне уже ничего не осталось. За вас. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая крупная партия наркотиков во Флориде. Как думаешь, заголовок можно было сделать еще больше? Вот, значит, какие дела. А зачем чокнутая стерва и Картер Симмонс нанесли тебе визит? Их босс, уважаемый верховный адвокат, решил въехать на этом деле в особняк губернатора. И расовые проблемы не должны умолить его славу. Точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это еще что такое? Я была у вас в офисе, мне сказали, что вы здесь. Что случилось? Давайте присядем. Конечно, садитесь. Уоррен, принеси воды. Вы в порядке? Посидите минутку, придите в себя. Это мой друг, Уоррен Чамберс. Я рассказывал тебе о Лиме. Успокойтесь. Что же случилось? Мистер Трин мертв. Он утонул рядом с городским парком. Его нашли сегодня утром. Утонул? Сказали, что это случайность, но он никогда не ловил там рыбу. К тому же у него не было снастей. Его убили. Только полиция не станет этим заниматься. Что скажешь? Наш клиент не виновен. Хотя я не думал, что произнесу такие слова. Что ж, идем дальше. Кто убивает вьетнамских эмигрантов и почему? О чем тебе говорит татуировка? В наши дни ни о чем. А как насчет тюремной татуировки? А мы знаем кого-то с тюремной татуировкой? Не до Уивера. Правда? По-моему, прошлое мистера Уивера нуждается в более тщательном изучении. Что скажешь? По-моему, тоже. Фаррелл? Джимми Фаррелл? Да. Я Мэттью Хоуп, адвокат Стивена Литца. Когда он заберет отсюда свой фургор? Он уже сто лет как готов. Сейчас он слегка занят, мистер Фаррелл, сидит в окружной тюрьме. Это хреново, поскольку у меня тут мало места. И вообще, кто бы мне оплатил работу? Позвоните по этому поводу, миссис Литц. Я уже разговаривал с их новым управляющим, с этим мерзавцем Уивером. Вы не покажете мне, где хранятся ключи от машин, находящихся на ремонте? Они прямо здесь, в этом шкафчике. И этот шкафчик открыт целый день. Я сам здесь целый день и всегда смотрю за тем, что происходит. Ключи Стивена Литца сейчас здесь? Да, вот они. Он их оставил, когда привез свой фургон. Шкафчик на ночь закрывается? Да. И что, по-вашему, идет? Мистер Фаррелл, во сколько вы обычно уходите домой? В шесть часов, как штык. И никогда никого не жду. Ясно. Спасибо, что уделили мне время. Литц думает, что он все еще в джунглях. Иногда от этого можно свихнуться. Вы тоже ветеран, мистер Фаррелл? Два срока. Знаете, такое не забывается. Это случилось и с вашим клиентом. Сомневаюсь. Убил там целую кучу желтых и стал героем. Что для него эти трое? Еще раз спасибо, мистер Фаррелл. Мы просидим здесь целый день. Сейчас сузим круг поиска, и вот как мы это сделаем. Он сказал, что сделал татуировку в Калифорнии. Да. Так, годы, на сколько нам вернуться? Давай на 15. Мистер Уивер был чертовски занят. Что вы нашли? Мы сорвали джекпот. Что? Он отбывал срок за вооруженное ограбление и ранение охранника банка. Вышел прошлым летом, приехал во Флориду. Правда? Попробуй записать на пленку его голос и прокрути ее стапсу. Может, это он звонил в понедельник по поводу прогулки на катере. Ясно. Ненавижу этого Неда Уивера. Так до чего же ты его держишь? Он брат Джози. Да. Он отбывал срок за вооруженное ограбление. Знаю. Кроме этого, на нем висит целая куча других преступлений. Например, наркотики, избиение, изнасилование, кражи. И Джози держит его рядом. У нее на все найдется объяснение. Невезуха, дурное влияние, испорченная юность. После смерти их родителей его воспитывала Джози. Они очень близки. Стивен. Насколько он порочен? Мог он убить этих троих парней? Признайся себе, у него есть доступ в дом. Берет ключи, бейсболку, ветровку, машину. Насуде Нед сказал, будь его воля, он бы привязал эту троицу к дереву и позволил аллигаторам прикончить их. А мог бы он это сделать, чтобы подставить тебя и убрать здоровье? Зачем? Он все равно с этого ничего не получит. А кто же тогда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРНОЕ ЗВОНОК В ДВЕРНОЕ Это Уоррен Чамберс. Я был на днях в доме у Литцев. Я звоню извиниться за то маленькое недоразумение. Ничего, никаких проблем. Если у вас есть минутка, я бы хотел задать вам пару вопросов. Давайте. Вы знали, что мистер Литц иногда брал катер на ночную прогулку? Куда? Куда? На ночную прогулку. Да, разумеется. Вы точно поняли, что я сказал? Да. На ночную прогулку. И вы снова соберете эту штуку целиком? Придется. Иначе парень, который владеет этим катером, сдерет с меня шкуру. Я хочу вам дать послушать пленку. Я уже слушал. И сказал вашему Бозу, что тогда звонил не Стивен Литц. А как насчет холодного пива и прохладного воздуха? Послушайте. Он не скажет именно ту фразу, но вы должны прислушаться к словам. Ночная прогулка, побеспокоить, время. Ясно? Валяйте. Да. На ночную прогулку. Мне? А с чего мне беспокоиться? Ну и что скажете? Нет, это тоже не он. Уверены? Уверен. Тот, который звонил, как-то по-особенному произносил побеспокоиться. Почему? У него был акцент? Нет, ничего иностранного. Он напомнил мне какую-то знаменитость. Просто сейчас я не могу вспомнить кого, но не волнуйтесь, я вспомню. Вспомню. Прокрутите-ка еще раз. Да. На ночную прогулку. Уверена, вам разрешат поиграть, если вы хорошенько попросите. С моими коленками я даже двух метров не пробегу. Когда я был маленьким, мы жили в Чикаго. В многоквартирном доме. Рядом была всегда полупустая стоянка. И на рассвете, взяв битую мяч, мы с братом всегда туда бегали. А мама высовывалась из окна и кричала так, что можно было разбудить мертвого. Мальчики, завтрак готов. Мы притворялись, что не знаем ее. Ее это чертовски бесило. Ну так что же посмело нарушить ваши выходные? Мне нужна ваша помощь. Неужели? Нет, правда. Я в недоумении. Это не дело, а сплошная неразбериха. Вы ведь пытаетесь шить дело невиновному. Это же очевидная подстава. А теперь еще убили и вашего мистера Трина. Это должно быть случайность. В смысле, если настоящий убийца на свободе, то он очень глуп. Зачем убивать свидетеля, который опознал человека, который уже в тюрьме? У меня на этот счет своя теория. Можно послушать? Могу предложить вам немного прохладного воздуха. Идемте. Хорошо. Предположим, убийца знал, что наш свидетель, мистер Трин, видел номерной знак на темно-зеленой машине. Что? Нам он этого не говорил. Он был напуган. И, как видим, не напрасно. К сожалению, номер, который он видел, не значится во Флориде. Он чуть-чуть ошибся. И убийца опасался, что рано или поздно старик вспомнит настоящий номер. А откуда убийца это знать? Ведь мистер Трин сказал номер машины только вам, так? Да, хороший вопрос. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Предположим, что Стивен Лидс виновен в этом убийстве. Предположим. И Джози Лидс все еще взбешена результатом ее дела. Вы правы. К тому же у нее есть брат, который отсидел несколько сроков. Да. У Лидса есть сердитая жена и преступный родственник. А что, если он нанял этого родственника и избавится от свидетеля? А если он невиновен, то зачем ему это надо? Мэтью в этом деле слишком много доказательств. Лидс в Вьетнаме был настоящей машиной для убийств. Постойте. А при чем здесь это? По-вашему, все вьетнамские ветераны убийцы? Вы это хотите сказать? Нет, я говорю, что он убил так, как делал это раньше. У меня есть его военный список. Вы тоже там фигурируете. Патрисия, это было 30 лет назад, там, где вы ни разу не были. Сейчас он другой человек. И я тоже. С чего это он вдруг стал невинной овечкой? Стивен Лидс ведет достойную, нормальную и честную жизнь с тех пор, как вернулся домой. И я не позволю вам использовать его прошлое, чтобы обвинить его в этом преступлении. Это нечестно. Если он виновен, я использую все, что посчитаю нужным. Это очень сложный язык. Да, я помню. И относится это не только к обычному алфавету. Я уж не говорю про тональные разграничения. 3А, 2Д, нет, Ф, Ж, З, О, Господи. Я подумала, что это может помочь вашему делу. Я бы с удовольствием помогла и больше, если возможно, конечно. Спасибо, я вам очень благодарен. У вас не возникло никаких предположений? Честно говоря, пока нет. Может, мы слишком переживаем о нашем прошлом? Я про войну. Может, так и Стивен? Вы не хотите, чтобы вам напоминали о войне? Дело не в этом, Лимей. И дело не у вас. Я просто устал разочаровывать людей. Моя жена, моя бывшая жена, моя дочь... Мне легче жить одному. Так я никому не причиню боли. Простите. Моя жена, моя дочь... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но по словам Джоанна, она тебе нравится Давай переменим тебя Кокки ему нежные Что ты знаешь про вьетнамский алфавит? А. Жуткие иероглифы Б. Отсутствуют наши буквы Поэтому мы ищем номер, который не существует А заодно ты можешь исключить Уивера Стабб сказал, что звонил не он А Стабб сказал что-нибудь еще? Да, что тот, кто звонил, был похож на знаменитость На знаменитость в каком смысле? Элвис еще жив? Два АБ Тридцать девять С Может неправильные цифры? Или неправильные буквы? Или вся комбинация? Или одно сочетание? Два АБ Во вьетнамском алфавите нет буквы Z А может быть она похожа и на двойку, если ты вьетнамец? Может, но не в нашем случае Почему? Я уже справился в департаменте регистрации автомобилей А если это не простая машина? Тогда либо фургон, либо прокат Эти нам тоже не подходят А как насчет официальных номеров? Городских, окружных, штата? Что ты хочешь сказать? Коп? Это могла быть и полицейская машина, без надписи Секундочку Кому звонишь? Я сейчас Матю Хоуп Мистер Стабс, как поживаете? Нет, все в порядке, еще не поздно Я хочу, чтобы ты проверила один номер Да Что случилось? Надеюсь, вы поймете меня правильно Говорите, кто? У него был акцент, как у президента Кеннеди Уверены? Я только что вспомнил Ты просто тиска Нет, вы нам помогли Очень помогли, мистер Стабс Большое спасибо Ты первый Стабс вспомнил, на кого был похож тот, кто звонил На Джона Кеннеди У Элвиса был бостонский акцент Именно он ездит на машине, которая принадлежит городскому совету Колюзы Точно Есть Доброе утро, Матю Ты сегодня рано Не спал всю ночь Хочешь кофе? С удовольствием Матю, похозяйничай сам, если я не поставлю цветы в воду, они завянут Конечно Я знаю, кто убил вьетнамцев И можешь доказать? Ты говоришь странные вещи Почему? Если ты можешь это доказать, тогда Стивен будет оправдан Думаю, да Значит, ты можешь это доказать? А ты не хочешь знать, кто это сделал? И кто же это сделал? Картер Симмонс Адвокат? Вообще-то он помощник Верховного Адвоката Штата И с самого начала это дело поручили ему Зачем же Картер убивать этих троих? Он убил четверых Картер Симмонс убил и мистера Триена, нашего свидетеля Хорошо, четверых, но зачем? Из-за тебя, Джози Тебе дать кофе, сливки и сахар? Мистер Трин был убит, потому что увидел человека, садящегося в зеленый Форд Контур Рядом с местом убийства Он опознал этого человека как Стивена Как и другие свидетели Это все из-за желтой ветровки и кепки Но мистер Трин заметил еще и номер машины Но он ошибся, он решил, что Зет это двойка Было легко ошибиться Интересно Кроме моих людей, единственные, кто знал о номере, были Стивен и ты, Джози Ты сказала Картеру Симмонсу И Симмонс убил мистера Триена Значит, Картер Симмонс убил этих людей из-за меня? Те вьетнанцы Они тебя не избивали, верно? Это был Картер Симмонс, да? Что случилось? Любовная ссора? Он пытался с тобой порвать? Или это был жестокий секс, который вышел из-под контроля? Расскажи, что случилось той ночью? Что это было? Что бы то ни было Но в понедельник вечером между десятью и полуночью тебя не было в гараже Тебя избивал Картер Симмонс в каком-то мотеле Мы еще узнаем, в каком Тебе нужно было что-то придумать Ты не могла заявиться домой к Стивену посреди ночи с избитым лицом Мисс, с вами все в порядке? Вам нужна помощь? Пошли прочь Мы хотим помочь Да пусть идет И тогда у тебя созрел план И вот начался суд Их, разумеется, отпустили Против них не было достаточно доказательств Но Стивен тебе поверил Да, и он публично им пригрозил Это тоже сыграло вам на руку Потому что это была идеальная подстава Ты могла убить их и обвинить в этом Стивена Ты впустила сюда Картера Дала ему желтую ветровку и желтую кепку Ты дала ему ключи от машины и ключи от катера Отдала обувь Стивена А он сделал все остальное Мда Только так можно Разобраться в этом запутанном деле Я не понимаю только одного, Джози Только одного Как можно любить того, кто тебя так избивает? Ведь он избил тебя не в первый раз, верно? Что ты знаешь про любовь? Или про страсть? Господи, стоит мне подумать о тех годах, которые я провела со Стивеном А ты, Мэтью, живешь только своей головой Ни до чего не дотрагиваешься, ничего не чувствуешь Вы все чего-то ждете, только чего? Господи У всех у нас есть только время и больше ничего Когда я с ним Когда дотрагиваюсь до него Хочу быть не просто с ним рядом А внутри него, вокруг него Когда мы вместе Когда мы обнимаем друг друга, я чувствую себя живой Вам этого не понять Никому И вы ничего не докажете Офис Верховного Адвоката Штата Это Мэтью Хоуп Патрисию Девин, пожалуйста Минуточку, соединю Мэтью, в чем дело? Джози Литтс, соучастник в убийстве трех вьетнамцев Да-да, Уоррен тоже догадался У меня есть ордер Я еду к ней Я ее подозревала, и ее мужа Нет, это не ее муж, не Стивен Это ее любовник А кто он такой? Твой босс, Картер Симмонс, вот кто это Черт Что? Я вас не слышу Вы сказали про Картера? Мэтью? Мэтью? Алло? 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 Бауз Марк? Алло? Алло? Черт, deja Мне очень жаль, что так получилось, Мэтью. Но я не виноват. Это была ее идея. Давай подставим его, сказала она. Догадайся, кто сделал всю грязную работу. Это все женщины. Нельзя с ними жить. Хотя теперь тебе вообще незачем жить, Мэтью. Особенно после сегодняшнего дня. Но во всем есть свои плюсы. Здесь отличное место для трупа. Стоять! Я вовремя подоспел. Не так ли, Мэть? Знаешь, Мэть, а с тобой непросто иметь дело. Мэтью. Я вовремя подоспел. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!